ребят всем привет с вами дава спасибо за 35000 прям вот душевника душевника и мы стремимся к отметочки 36000 и все мы вместе сможем это сделать но сегодня у нас по теме что у нас сегодня по теме вот такие вот пакетики это обновленная будто black помимо редизайна внутри поменялось тоже очень-очень много да сейчас а сейчас мы поставим уголечки и я пробую сегодня протестировать когда-то в свое время black канат был просто самым ебейшим углем но по какой-то причине он пропал с рынка и снова ребор он и посмотрим будет ли он такого же ебейшего качества как был раньше что мы поставим уголечки заодно и его проверим здесь такие стильные черные пакетики прям стильно модно молодежно блять так накинем на три уголечка и собственно полетели смотреть что у нас есть по будьте такой вкус как киви я его еще не прокуривала поэтому я его забил скажу так что в принципе поменялось в будьте black начнем наверно с того что он как был крепкий так крепкий и остался но я тут маленькую сделаю помпо меточку о том что крепость изменилась она стала более приятная более накуривистая и так сильно не прям не бьет по горлу до стала очень приятная комфортная хорошая крепость также дизайн поменялся появились вот такие 100 граммовые также остались вроде и 20 граммовые специально для розницы очень удобно а еще ароматик стала курица намного приятнее вкусы стали намного ярче хорошей чне хорошей чне ну и конечно же мы решили совместно с бутой каждую неделю разыгрывать по килограмму табака все это будет проходить в инстаграме вам нужно будет зайти в инстаграм найти соответствующий пост выполнить абсолютно все условия которые указаны собственно под постом и буквально за три дня после того как я выложил этот пост грубо говоря в четверг я выкладываю пятница суббота и 5 четверг 5 и субботу вечером грубо говоря уже будут результаты да и мы сразу отправляем в этот же день победителю килограмм и мы это будем разыгрывать целый год каждый четверг по субботу так что блять чекайте на мой инстаграм обязательно да и чекайте instagram буты и идем дальше к нашему табачку также из плюсиков а здесь есть также отрывная штучка с названием до чтобы было удобнее все это отрывать и было куда клеить удобно потому что с пакетами работать гораздо хуже если нежели чем работать с пачками так вот по самому табаку он стал более стабильный он не стал таким липкий у него final cut такой по консистенции очень похож на танжик как если я говорил то он стал менее липкий и с ним стало куда удобнее работать кстати намного удобнее стало его забивать так мы поставили на шкиве и сейчас собственно уже не на словах а на деле проверим насколько он стал дымнее насколько он стал приятнее и насколько он стал наверное ярче да в целом меня порадовала такая пачка порадовал такой ребрендинг 20 грамм все-таки ну честно никуда хотя будто позиционировал когда табак ровно на чашечку но у меня всегда оставались остатки я не знал куда их девать поэтому думаю здесь сейчас будет все гораздо проще так давайте посмотрим что у нас по уголечкам в принципе разжигают вставать что все это разожгем и наверняка сразу же раскурим а пока не переключаясь бу-ка-ка прикольная дать тему вот такая мне тоже нравится я решил делать так потому что мне там писали да вроде гриш мы вот сейчас вернемся и сразу начинается картинка я не успеваю сходить поссать так вот что еще нового я там прочитал в маленькой такой сводочке что мне присылали табак стал более жаростойкий соответственно греть его нужно будет дольше а это значит что времени в работе с чуть будет занимать больше да также по стабильности вкуса написали прям вообще мощненько выровняли ароматику и должно быть супер ну мы сейчас короче все это покурим попробуем и наверное сделаем какое-то маленькое решение что касается будто black и не забывай наверно про еженедельный розыгрыш 10 пачек путы black просто на ровном месте те будут вот так прилетать да но это что я вас также поставлю и мы сейчас попробуем все это быстренько раскурить так 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 ну короче в целом потребовалось немало усилий чтобы раскурить потому что я не стал его прям греть 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 я решил все таки егнуть пораньше и понять как он на низких температурах раскуривается обычно многие табаки начинают отдавать неприятный аромат до конца не прогреты и все остальное здесь было все окей но крепость довольно таки хорошая меня даже наверное разок чуть-чуть подъебала пока я раскуривал в целом по ароматике по ароматике все окей стабильненько хорошо киви прям на ура заходит конечно киви отличается от альфакера как мы любим да все но киви все-таки все равно хороший такой травянистый хороший киви по жаростойкости на самом деле очень жаростойко учитывая что он у меня находится под колпачком на трех углях на разогретой колодке которая лежала на плите да и конечно же с углями блэк токонат целом все окей подымности я думаю пока меч не все окей скорее все все равно жара пока маловато но по крепости все хорошо до принципе технической частью мы разобрались можно будет сейчас чисто так пока выркать посмотреть какие вкусы мне прислали крепкая мята киви который мы сейчас курим жасминчик кстати давно не встречал в табаках вкус жасмина реально ведь это был топовый вкус и жасмин был топовый просто так идем дальше грушка бананчик грейпфрутик грейпфрутик немного пока на ебила дату то же самое буду с лимончиком а эрл грей тайга тайга скорее всего это что-то подобие суперновый да нужно потом прокурить и понять маракуйя капучино кстати капучино мы прокуривали тоже топовый вкус ну знаете любители альфахера кто в то время еще начинал курить и было очень модно курить капучино и я вот когда капучино ебнул я думаю бля ебать как нихуево сука какой охуенный все таки вкус а зеленый виноград гуава и малинка так и стерь из того что я курил прям конкретно мы прокуривали малина прикольная хорошая как варенье гуава травянистая хорошая ягодная зеленый виноград я не курил капучино я уже говорил топово маракуйя тоже хорошая прям сладкая такая знаете прям насыщенная вкусом тайгу я не курил эрл грей я еще не курил грейпфрут я покурил грейпфрут хороший но хотелось бы немного его поярче банан не курил груша груша тоже прикольная интересная покурить тоже советую жасмин не курил обязательно покурю потому что это довольно таки такой исторический вкус до киви курим киви круто и крепкую мяту я в принципе вообще мяту не очень сильно люблю курить а и добавлять ее тоже обычно заменяют а маляк холодком блять да давайте посмотрим чем этом прогрелась пока мы по вкусе когда разбирались до вкус стабильно держится и вообще нихуя не перегревается подымать все плотненько хорошо прям пошло шикарно но немного прям так подразъебывает по крепости бы примерно сказал бы что он намного крепче чем дарксайд ей возможно чуть-чуть даже крепче чем танш но и рда но все-таки помягче поприятнее немного курица не бьет и собственно не боится перегрева собственно чаще про табак то рассказать да в принципе все в целом все окей в целом все нормально ждем соответственно а когда он поступит официально в продажу а возможно уже поступил в продажу я еще этого не знаю все зависимость от того как выйдет обзор ну и в целом собственно всем спасибо всем пока это был дава дым это ребрендинг буты начинают упаковки заканчивая собственно техническими моментами но и не забывайте что мы каждую неделю будем разыгрывать по 10 пачек буты просто на изи можете заработать реально килограмм табачка чтобы курить дома так что всем пока обязательно подпишитесь на меня в инстаграме сразу на буту в инстаграме ссылочки все в описании так что всем успехов всем удачи и собственно курите буту довольно-таки здорово получилось хорошо че и и и и и